Я вон с кухни пришёл. Откуда? Из кухни, вон дверь открыта. Откуда? А город какой? Город Барнавола, Тайский край. А-а-а. А я с Сахалина, слышали? Ещё бы не слышать. Я служил рядом, на Камчатке. Нет, Владивосток, Набаровск, что? Так. У вас в доме есть такая книга? Нет. А вы её никогда не читали, да? У меня есть на подобии такое, только маленькое. А, так всё-таки есть. Да. Вы на главные вопросы жизни ответ нашли? Для чего я родился? Что меня ждёт после смерти? Хотя бы два вопроса. Я думал об этом. Ну, давай. Ну, рождены были, наверное, чтобы испытать себя, о том, что мы сможем в этой жизни. Мы же тоже можем. В рулетке быть? Голые мужики валяются. Процентов 90 мусульман. Блудят открыто. Испытывают себя? 31 тысяча поселений исчезли. За время перестройки 120 миллионов абортов в Российской Федерации. Это всё себя испытываем? Страна идёт под укос. Половина выступления. Президент Путин в федеральном собрании говорит о демографической катастрофе. 1,7 ребёнка на семью в среднем. А у мусульман 8,1. И что дальше? У них больше, да, в 8 раз почти. Нация исчезает. Потому что без Бога. А раз без Бога, ворота открыты в ад. А вы нашли ответ на этот вопрос? Я нашёл. Ответ в Святой Библии. Серафим Саровский говорит. Смысл жизни. Три слова. Стижание Духа Святого. Это говорит... Христос говорит... А вот вопрос этот ставь перед Богом. Что Бог указал. Фактически две ступени. Первая ступень – родиться свыше. И вторая – быть Вадимом Духом Святым. Послание к Римлянам, 8 глава, 9 стих. И первая – Евангелие от Матфея, 3 глава. Если этого нету, напрасно родился. За гробом два места есть. Вечное горение в огне с сатаною. И вечная радость с ангелами. Послание апостол Павел прямо говорит для нас. Всем нам надлежит предстать присудилище Христова. Чтобы каждому получить соответственно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Второе – Коринфянам, 5-10. А Евангелие от Марка написано. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. 16 глава, 15 стих. Только не отходите быстро. Так, если вас интересует ваша душа, а вы одеты, и видно, что не в обкуренное, свободно так лежите, то зайдите на мой ресурс. Запомните, меня зовут Игнатий Лапкин. В скайпе я один. Вы на меня сразу выйдете. Скайп, знаете? Да. В скайпе Игнатий Лапкин. Я вам сразу отвечу, скину свои ресурсы. Там можно беседовать. А тут друг друга потеряешь навсегда. Запиши себе скорее. То сейчас я отхожу. Так, как Игнатий... Игнатий Лапкин. В скайпе, да? Да, в скайпе. Запиши скайп Игнатий Лапкин. На русском, да, по-русски? По-русски. По-русски. А пока я сейчас не могу, сейчас у меня тут занятие в чат рулетки, вы зайдите в наш канал. Он называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Самый большой YouTube канал. Это канал наш. Самый большой. У нас 20 тысяч 430 роликов стоит наших. Мы снимаем это всё в интернете стоит. Деревню православную строим. Храм построили сами. Школу, дороги. Всё без помощи государства. Не надо ни на кого надеяться. Да, только на самих себя. Да, мы на Бога надеемся. И Господь благословляет. У нас всё есть. Ну, всё хорошо. Я записал. Спасибо большое. Так, если вы по этому зайдёте, я скину данные. Вам будет очень интересно. У меня из печати вышло 38 томов книг. Там увидишь. Фильмы у нас снятые, государственные. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. Вам будет страшно интересно. Потому что мы реально делаем то, что есть. С помощью Божьей. Благодать. Ещё Иватья Лапкин в скайпе, да? Да. Всё, спасибо большое. Храни вас Господь. Отхожу. Как вас звать-то? Город Барнаул. Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Это довольно? Алтайский край? Да. Конечно, знаю Барнаул. Да. Рядом же. Рядом, рядом со мной. А где вы? Омск. Омск. Это соседи наши. Это соседи наши. А что у вас так это? Голова-то... Алтайский край, наверное, Алтай. Голова у вас не целиком. Вот так делается. Алтайский край. Пониже так сделайте, чтобы посередине ваша голова была. Мы, верующие православные христиане, пришли сказать о великой радости, что Иисус Христос умер и воскрес, чтобы люди, веруя в Него, имели жизнь вечную. Вы можете зайти на наш канал. Канал у нас. Один самый большой в мировой сети. Христиан? Да. Да. Да, я знаю. В интернете. В интернете у нас канал. Канал самый... Там вы в Барнауле живете? Или в детях? Да. Ну, в Барнауле, а летом в деревне. Мы деревню строим православную. Когда все верующие. Никто не курит, не пьет, не матерится. Во-во-во. Правильно, правильно. Правильно, правильно. А что у нас в церкви есть церковь уже? Да здесь, наверное, в церкве 15. Здесь большая метрополия, епархия. Если вы хотите узнать больше, можете задать вопросы по Слову Божию. Дедушка, подожди, стоп. Стоп, 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 стоп. Очень приятно, как бы, мы солидарны с любой религией. Ну, я приверженница буддизма. Он ислама. А я фукуизма. Да. Поэтому... Если вас будет интересовать, вы можете по скайпу зайти ко мне. Называй, Игнатий Лапкин, это я. Ну, перестаньте. Вы где живете? Я живу в городе Барнавуле, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. А мы встали до Востока, и можем показать тебе сиськи. Да вот. Вы что, мусульманин? Я? Да. Чтобы я был мусульманом, я вам показал бы сиськи своей девушке. Кран. Сука, вот тебе Кран. А мне кажется, как будто буква не К, а Б. Баран? Да, дед, мне, блин, правда, похоже на это. Так. Я считаю, это единого Бога, и Бог, он, как бы, нет религии. Так, вы можете зайти на наш канал, самый большой в интернете. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Как дела, дед? Если хотите больше узнать, можешь зайти на наш YouTube-канал, он самый большой в интернете. Как называется? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Ладно, если что, посидим». Давай, там не просто так, это огромный-огромный сайт. 20 тысяч 430 роликов наших там. И общий просмотр – 46 миллионов. Нормально. Ну, вот так. Доставайте слово. Ладно. Считайте. Удачи тебе. Давай, спасайте. Туда принесли слово Божие людям, чтобы люди веровали, что после смерти в ад не попали, а были с Богом в раю. Что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес, и дает прощение всем, кто просит Его. Ты это слышал? Да. Ну, вот так. Если желаешь больше узнать, больше, зайти на наш YouTube-канал. Он самый большой в интернете. Как он называется? «Во свете Библии» – Игнатий Лапкин. Четыре слова. «Во свете Библии» – Игнатий Лапкин. «Во свете Игнатий Лапкин». Да, «Во свете Библии». Ну, я написал так. Вот, я уже на него зашел. Так. Уже заоткрыл? Да. 45 тысяч подписчиков. Правильно. Вот там, где видео, на видео нажми, чтобы зайти в сам канал, и ты увидишь, сколько там всего. Я уже подписался. Ну, вот, давай-ка там, увидишь, как, заряди, допустим, поиск, лагерь. Я начальник детского лагеря, 48 лет. Ты увидишь, как занимаются дети, как ходим в храм, как деревню строим православную. Тебе очень понравится. Тебя как звать-то? Илья. Илья. Ты знаешь, как переводится на русский язык? Илья. Илья. Переводится «Бог моя крепость». У тебя имя божественное. Это был пророк такой Илья Грозный. Илья. Илья – пророк. Второго числа. Да. Вот так, чтобы Бог был крепостью. Я в августе родился. Вот так. Второго августа как раз Илья день. Я своим маленьким говорю, вы никому в дом не заходите никогда, ни в чему машину не садитесь. Это очень опасно. Но мне 15 лет, если что. Ну, всё равно. Мужики гибнут. Каждый день 300 человек исчезает в стране. Бесследно. Бывает. Ну, вот если вопросы будут какие-то по скайпу. Скайп. Есть такая система. Скайп. Игнатьева. У меня есть скайп, и ватсап, и дискорд, и одноклассники, и вк, и плейджайн. У меня много всего. Я сам не думаю. Так, хорошо. Илюша, мы будем прощаться. С Богом пока. Храни тебя. У вас вопросы есть? Нет. Нету? Нет? Никаких, да? Ну, с Богом тогда. Храни себя, молодец. Береги себя. Да, с определённой целью возвестить людям о воле Божией через эту книгу. Я мусульманин. Ну, что ж, мусульманин – это человек. Мусульмане – хорошие люди. Вот. У них своя книга есть определённая, которая регламентирует их жизнь. Не просто так. Да. Они не на отшибе где-то. Они многое знают. Я спросил бы у вас, вот, как вы относитесь. Если вот говорит мусульманин, я вопрос могу задать. У вас вопросы есть какие-нибудь по Библии ко мне задать? А у меня к вам… А у меня откуда? А у меня есть вопросы вам задать по этой книге. Если вы готовы, я задам вопросы, чтобы услышать. Как вы это понимаете? Я не думаю, что я больше вас знаю. Ну, мы-то пришли зачем? Рассказать людям о Христе. Что он распятый был, умер и воскрес третий день. И теперь зовёт к покаянию. Об этом речь идёт. Ну, остальное… Ну, не пей, не кури, не матерись. Это у вас всё написано. Уважать старших. У вас это хорошо. Умеете хранить женщин. Всё одно и то же. Всё одно и то же. Да. А вот главное-то, что у нас, самое главное, что Иисус умер за грехи людей. То есть я грешник, а Он мне даром даёт прощение. Потому что мой грех, Он мой долг взял на себя, как богатый человек, и умер, страдал. Мои грехи омыл. Я поэтому прошу, получая прощение, теперь живу, родившись свыше. Это высокое звание – быть христианином. Вот у меня вышло из печати 38 томов книг, ну, изданное. И Бог положил мне на сердце подарить библиотеке мира. Мы в Барнауле живём. Мы доехали до Владивостока, Лиссабона, Португалия. В север. Дальше. Вот все пьют. Я потом расскажу, почему пьют тут. Вот. И много встречали мусульман. И в Баку мы ночевали в доме Мулы. У нас знакомый. Мула – это у мусульман как священник. Руководитель. Вот. Мы там беседуем, мы всё засняли, снимали, везде показывали. В одной библиотеке были. Там заходить, а там стрелка так идёт, как бы, на второй этаж.